Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Дозлев, в эфире программа «Золотая рыбка». У меня в гостях актриса, которая, ну, как и все красивые женщины, не любит говорить о частной жизни. Тем не менее, я намерен пообщаться с ней на тему харассмента, потому что знаю, что ей довелось общаться с пресловутым Харви Вайнштейном. В гостях Ирина Безрукова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Евгений. Рад вас видеть. Я тоже. Да, правильно, надо сказать, что взаимно. Я начну сразу с очень непривычного и острого вопроса. Про творческий план. Ой, это так неожиданно. Я даже не знаю, наверное, надо подготовиться к этому. Но планы достаточно простые. Я играю спектакль в театре. Называется он «Бесконечный апрель». И планирую в апреле, накануне своего дня рождения, поехать в Нижний Новгород, сыграть с коллегами этот спектакль в Нижнем Новгороде. А так он постоянно идет в Москве. Также я жду премьеры. Очень надеюсь, что она состоится. Но она будет осенью. Она перенесена на осень. Всем всемирно известный режиссер российский, смело говорю об этом, этого человека знают все, потому что он режиссер-космонавт. А, ну да. Вы же с ним работали, по-моему, не раз. Пока один раз с радостью поработаю еще. Я снялась в фильме «Клима Шипенко» с рабочим названием «Декабрь», в котором заглавную роль исполнил малоизвестный артист Александр Петров. Ну, мало кто его знает. С Сашей мы сыграли в этом фильме. Вернее, Саша играла, а я, скажем так, вошла к нему в кадр. Это фильм о Сергея Александровича Есенине, о пяти его последних днях жизни. И я не могу раскрывать задумку режиссерскую, но это очень необычный взгляд на эту историю. Ну, там, наверное, в основном все-таки задействованы ваши коллеги-мужчины. Если это Есенин, то... Да, да, женщины вкраплением, гарниром. Основное блюдо мужчины. Вы упомянули театр в презумпции того, что все знают, в каком театре вы служите. Надо напомнить, наверное, не все знают. Да, поэтому, да, расскажите. Театр называется Московский губернский театр. Это достаточно молодой театр, ему восемь с небольшим, восемь с половиной. И упомянули день рождения. У вас есть какие-то традиции? То есть вы каждый раз отмечаете с определенным набором, или в определенном месте, или как сложится? Вы знаете, сейчас это полная импровизация. И поскольку у меня невероятно большой круг общения, всех собрать я не могу, ни финансово, ни физически, это невозможно. Поэтому я куда-нибудь сбегаю обычно, я не знаю. Может быть, я добегу до какого-нибудь теплого моря, и буду принимать поздравления через соцсети или по телефону. Потому что я действительно не знаю, как собрать, и как не обидеть кого-то, кто не дошел. Ну, в общем, как-то это так. С годами собралась такая компания людей. Но все, кто хотят, поздравляют. И иногда это происходит на съемочной площадке, что удобно. Иногда в театре. Это тоже потрясающе. Ты играешь в спектакль, тебе приносят цветы. Ты потом после спектакля накрываешь стол для своих коллег, тебе поднимают тосты. Но в этот раз я не играю в спектакль, поэтому я даже не знаю. Потом как-нибудь расскажу, как этот новый год моей жизни прошел. Вы финансовый аспект упомянули. Вот в прошлом году было несколько таких достаточно, не скажу, что скандалов, но резонансных событий после выпуска передачи «Бесогон» Никиты Сергеевича Михалкова, где он рассказал о гонорарах ваших коллег, что по четверть миллиона за съемочный день люди получают. Иногда больше. Иногда больше, да. И это вызвало у многих людей у кого-то удивление, у кого-то зависть, у кого-то раздражение. А у нас сейчас оплата актерского труда сравнялась с западными стандартами? Или все равно ваши коллеги получают меньше, чем люди, работающие в Голливуде или в Европе? У нас никогда наши возможности финансовые не совпадали по оплатам с западными. На Западе, конечно, всегда артисты получали больше. А потом там есть совершенно прекрасная такая вещь, как проценты от проката. Потому что в России хитрым образом продюсеры ускользают от этого момента. Потому что даже вот такие известные артисты наши, которые когда-то оказались на Западе, они говорили, что лучше сняться в хорошем фильме в эпизоде и получать небольшие вот эти регулярные отчисления, которые приходят на счет. Во-первых, у нас не дойдут до счета, как правило, такая тема. У нас не отслеживается, нет прозрачности до сих пор продаж билетов в кинотеатрах. Они частные. Но, в общем, все очень невнятно. И поэтому артисты, конечно, стараются получить гонорар. Мы сейчас про кино говорим. Да, но сейчас, мне кажется, ставки значительно понизились. У меня никогда не было таких гонораров. Ну, я не вхожу в пятерку, в десятку самых высокооплачиваемых артистов. Ну, наверное, 10-15 человек есть, которые как раз получают вот эти 250 тысяч в съемочный день. Но все зависит еще от проекта. Потому что если это сериал, и изначально понятно, что человек будет сниматься очень много, то, конечно, продюсеры пытаются сократить стоимость. Но если это приход вот такого артиста, как Дима Нагиев, я не знаю, в эпизоды или там камео, или еще что-то, там сумма может возрастать. Я не знаю сейчас точно, сколько зарабатывают мои коллеги. Но знаю, что ставки значительно после локдауна упали. Ну, потому что кинопроизводство встало. Ну, в общем, мы зависим точно так же, как все люди, от финансовой ситуации в стране. Вы Петрова упомянули, я относительно недавно беседовал, вот на вашем месте сидел Хатиненко. Владимир Иванович сказал, что Петрову очень много. Что он бесспорно интересный актер, человек хороший, но очень много. Вот вы заметили вот такую вещь, что у нас режиссеры начинают какого-нибудь, открыли, условно говоря, какого-нибудь актера и начинают его эксплуатировать. Это обсуждается в вашей среде или вы к этому относитесь как, там, не знаю, к погодному явлению? Есть и есть. Ну, что касается Владимира, конечно, он прав. Но если бы он вспомнил «Советское время», была такая фраза, что нет столько на свете армян, чем ролей, сколько сыграл Армен Джигарханян. И если мы вспомним «Советское время», а мы с вами можем это вспомнить, был такой невероятный спрос на такого артиста, как Дмитрий Харатьян. То есть Диму снимали везде, от Гардемаринов до Гайдаевских картин. Точно так же есть мода, скажем так, и увлеченность. Я думаю, Костолевский тоже очень много снимался, Лановой снимался очень много, Абдулов невероятно много снимался, Янковский. Это были любимые артисты, которые были нарасхват. И в наше время, конечно, есть Милош Бикович, есть Данил Козловский, есть совершенно потрясающие долгие годы любимые всеми артисты Константин Хабенский, которого просто рвут на части и предлагают ему всё время. Нагиев очень востребован. Ну, очень много артистов, которые востребованы, и женщины тоже. И иногда возникает вопрос, ну что ж, других нет ли? Я хотел просто уточнить, они востребованы зрителям, публикой, или продюсерами, режиссёрами? Я так понимаю, что здесь такая непростая история, потому что продюсер, который хочет вернуть деньги за свою картину и получить зрителя или максимальную прибыль, он говорит, на кого пойдут. Если у него будет Хабенский в заглавной роли, или очень хороший, но малоизвестный артист, есть разница. Потому что всем интересно, что за роль сыграла новая Костя Хабенский. И мне интересно. Я думаю, что ситуация именно такая. Ну и тренды, мода есть на каких-то артистов. Я помню, когда я беседовал с Петровым, мы обсуждали такой лестный для него факт, что его называют российским Брэдом Питом. Он не знал. Не похож, Саша. Не похож, да? Ты, конечно, очень харизматичный. Ну, нет, не похож. Ну, вот мы с ним это обсуждали. Я просто подумал, вы считаете, у нас есть, ну, помимо вас, естественно, актрисы или актёры, которые отвечают голливудским стандартам? Ну, конечно, нет. Но только я. Нет, ну, серьезно, я не про внешность сейчас говорю, а вот про игру. Ну, вот кого вы считаете, могли бы снимать западные продюсеры из ваших коллег? Помимо вас. Ну, мне кажется, много есть артистов хороших. Просто хороших. Другое дело, что не будут. Потому что, ну, стереотип, что плохой русский, да, он же югослав, он же и дальше, вот славянский дальше. Да, да, да. Ну, и все, никто не пустит. Это политика. Это политика. Вероятно, нужно там родиться, иметь кровь такую вот русскую смешанную, как у Лео Ди Каприо, как у многих, да, как у Столлоне, да, там бабушка из Одессы. Ну, там, правда, еврейская кровь, но наша все равно советская, разлива советского. Поэтому, да, или там Хелен Мирен, но это уже в другом поколении. Мне кажется, нужно там родиться и добиться чего-то. Что касается уровня, Голливуд – это невероятная совершенно фабрика. И по созданию звезд, имиджей, именно имиджевых моментов, потому что, может быть, даже персона быть не такой интересной и такой глубокой, не такой многогранной, как ее создают. Мы же сами знаем, как создаются имиджи, как разрушаются, все это делается. У нас, в принципе, очень хороших агентов, да, простят меня, те агенты, которые сейчас нас смотрят, очень мало, потому что у нас не производство. У нас какие-то отношения, скорее, личные. То есть ассистентке нравится артист, молодой начинающий артист. Еще есть пять таких же. Но он подарил ей цветочек, он ей сказал комплимент. И она говорит, вот только этого давайте брать, давайте его продвигать. То же самое, любовь народная, она тоже такая малопредсказуемая. Есть артисты, которые и фильмы, и антрепризные спектакли. Вот, к примеру, я оказываюсь на каком-то антрепризном спектакле. И я не понимаю, почему люди смеются, потому что это, увы, очень грубый и примитивный юмор. То есть это даже не юмор, это что-то такое, и стоит не смех, а вот такой гогот, прям а-а-а-а. Я смотрю по сторонам, и мне как-то несколько неловко за моих коллег, которые в это еще подыгрывают на сцене. Я понимаю, что всем нужны деньги, и нужно поехать в какой-то тур, я не знаю, по Дальнему Востоку или еще что-нибудь. Каждый день новый город. Они не очень уже даже понимают. Был такой Абба, если вы помните, когда героиня просыпается, снимает вот эти очки для сна, отель стандартный. Она говорит, в какой мы стране. Какое сегодня число, какой день и какая страна, даже не город. Тур. И вот я, когда на это смотрю, думаю, друзья, ну вы же талантливые люди, очень хорошо играющие в других стационарных театрах, хорошие спектакли, известные люди. Ну почему нельзя сделать смешной спектакль, но не такого низкого уровня. Это очень грустно. Вы когда упоминали выходцев из России, которые, ну с корнями далекими, которые преуспели в Голливуде, я вспомнил Вайнштейна. Я была с ним знакома. Да, я как раз вот, мне Елена Захарова рассказывала, что она с ним в Алма-Ате пересеклась, что он пытался как-то ее по прямому назначению использовать в этой гостинице. А вы рассказывали, что как раз он совершенно как бы был джентльменом и никаких... Абсолютно светское поведение. Мы пообщались на коротке. Ну во время фестиваля, да? Да, это был Московский кинофестиваль, и туда приехал Тарантино с Вайнштейном. И мой очень хороший знакомый Василий Горчаков, переводчиком был там. И все как-то так сторонились, потому что все хотели подойти, и друг на друга смотрели, вот это, кто первый пойдет, да что я сейчас пойду к Тарантино. Это была очень занятная ситуация, потому что это было время ожидания перед началом именно церемонии открытия. Мы все были в одном зале, и вот проход, по которому прогуливались люди, стояли там, привет-привет. И вдруг Василий, обращаясь ко мне, увидев меня, я такая стою, смотрю на Тарантино, ну интересно, стою, смотрю. Он говорит, Ирина, а вы хотите с Квентиным пообщаться? Такая тишина настала, что я отвечу, все на меня смотрят. Я говорю, да, хочу, из той серии войну, да. И я подхожу, и вот у меня английский не очень силеный, и Василий переводит. Я спрашиваю Квентина, вот как в той песне, здравствуй, Ума, здравствуй, Вова. Вот что-то такое простой разговор, я говорю, как вам наша зима, потому что было плюс 13, лил дождь. Это летом. Да, летом. При том, что летом, да. 13 и ливень, и все, в общем, как-то так пробегали эту дорожку, чавкая по ней буквально, потому что она набрала воду. И он говорит, вы знаете, у нас в Лос-Анджелесе зима ровно такая. У меня потрясающее чувство юмора. А мне представляет Вайнштейна, вот компания Миромакс, я говорю, здравствуйте, господин Вайнштейн, вы, наверное, даже можете меня узнать. Он так заинтересовался. Да, я говорю, вы прокатывали фильм Коля. Он говорит, о, мы прекрасно сделали прокат. И мы просто светски общались. И потом после фильма еще немного. Он же получил даже премию, по-моему, этот фильм. А, премию Оскар, да, получил. Лучший фильм на иностранном языке. И он вот так же, как вы, сидел, стоял, то есть улыбался, светски себя вел. И он не выглядел никаким маньяком. На самом деле почти каждая красивая актриса, с которой я общаюсь, она либо в кулуарах, либо в эфире рассказывает, что бывали эпизоды, когда ее красоту пытались использовать как некий козырь в карьерном продвижении. Вас в этом смысле судьба миновала, вам никогда не делали предложение. Сейчас говорите про что? Про домогательство? Да, про когда делаются предложения, что вот, ну, как вам китайский же продюсер там приглашал к себе домой. Ну, я же пошла с кузнецом. Ну, это понятно. Но, в принципе, это общее место? Или женщины просто сейчас на этой метушной волне пытаются пиариться? Или это действительно такая ваша доля, красивых женщин, отбиваться? Во-первых, очень приятно, что вы говорите комплименты. Я никогда не говорю комплименты. А, ну, значит, это суровая правда. Не моя тема, нет, да. Ну, мне все равно приятно. Даже если это не комплименты. Я девочка из города Ростов-на-Дону. Это южный город. Девушки там ходят очень яркие и, скажем так, едва одетые. Потому что, ну, просто жарко. Коротенькие юбочки, там, все символично. Одежда символика. И яркие лица. В общем, такой боевой раскрас. Поэтому с юности я привыкла, что парни, естественно, уделяют внимание. И в меру своей воспитанности и ощущения границ. А там границы плохо ощущаются, на самом деле. Люди сносят все границы. Че, привет, да пойдем погуляем. Вот это вот все. Это вот Ростов-на-Дону. И поэтому я научилась очень вежливо отбревать парней так, чтобы остаться в живых. Потому что темпераментные молодые люди. Даже так? Не в том смысле, что можно погибнуть. Но вот мне очень же хочется на агрессивную реакцию нарваться. Но и потом я понимала, что парень, который, в общем-то, пытается тебя, пусть не умело пригласить на свидание. Или как-то так, дать понять, что ты нравишься. Он тоже преодолевает себя. И ему неприятно, когда ты ему даешь от ворот-поворот. То есть это тоже амбиции, тоже эмоции. И поэтому я шутила там всячески. И когда я оказалась в кино, я точно так же воспринимала вот эти первые какие-то фразы. Или первые какие-то там поползновения. Первое, как естественную реакцию. Потому что я выросла в этой ситуации. То есть, ну да, человек реагирует. Но мужчина, он живой. И либо шутила. Но когда я понимала, что человек уже переходит границы, ведет себя недостойно. Ну, один достаточно известный человек получил по лицу. Вот прямо по лицу? Да, он меня просто схватил. И стал жамкать, тискать. Это было, ну это же не на площадке было, это в каком-то кабинете. Это было не в кабинете даже. Это было... Я заканчивала одевать костюм. Так. Этот человек вошел. Художник по костюму отошла в сторону посмотреть, как я выгляжу. И вдруг меня сзади кто-то схватил. Ну, по... И прижал к себе. Ну, вот это вот. Просто сграбастывало. И я даже не знала, кто это. Я просто с разворота дала по лицу. Просто сразу. И попала очень удачно. Это как удачное попадание. Когда человек схватился за щеку и сказал, как ты что? Я же режиссер. Я сказала, и что? И все. Но дальше еще были поползновения, шантаж. С его же стороны. Он сказал, а я тебя озвучу, переозвучу. Если ты меня до конца фильма не полюбишь. Вот такая была фраза. Причем это происходило в его номере. Ну, почему я туда вошла? Мне не выплачивался гонорар. Съемки были на выезде. И я знала, что он в гостиничном номере находится вместе с женой. Когда я постучала, я увидела жену. И он ей сказал, выйди, дорогая, на балкончик. Нам нужно поговорить по деньгам. Эксклюзивно. Как это он сказал? Тет-а-тет или что-то. Приватно, да? Приватно. Она вышла. Я видела, как она стоит и смотрит с балкона. Я видела ее спину. И он попытался меня обнять и прижал меня к входной двери. Всем своим телом. И цинизм вот этой ситуации. Я просто пришла попросить и выяснить, что происходит, почему всем выплачиваются деньги, а мне нет. И он сказал, если ты меня до конца фильма не полюбишь, я тебя переозвучу. Я его отодвинула от себя. И сказала, что... Во-первых, у меня в договоре прописано, что я сама себя дублирую. Он говорит, ну ты же судиться не станешь. И я просто хлопнула в дверь и ушла. Да, и он меня переозвучил. А переозвучка – это как бы серьезный репутационный урон? Или это по деньгам как-то меньше? Почему это так ужасно, условно говоря? Ну, когда ты играешь главную роль... А это была главная роль, да? Да, это одна из главных ролей была в этой картине. То, естественно, ты же ее прорабатываешь, проживаешь, играешь. И ты даже знаешь, где... Может, ты не дотянул, и ты можешь улучшить при озвучке, ну, более глубоко подать этот персонаж. Ну и потом это интересно, и я люблю это делать. И, ну, как-то это естественно. Я озвучиваю даже других актрис. И, в общем-то, у меня это получается. Поэтому мультики люблю озвучивать. Вот, поэтому, ну, свою героиню-то не сделать. Ну, конечно, было обидно. Ну, потом, ну, да ну его. А вот он сказал, что вы не будете судиться. Я не... Ввиду, что вы... Тогда бы... Это было бы по вашей репутации урон, что вот она судится. Или почему он был твердо уверен, что вы не будете в этой ситуации поднимать волну, если вас переозвучат. Но мы уже достаточно много поработали вместе. И он понял, что я не склочный человек, и не буду, собственно, наставить. А, то есть просто зная вашу, как бы, природу. Да, и я не стала этого делать. Потому что я не хотела с ним связываться. Ну, видеть его даже не хотела. Мне было очень неприятно, и я поняла, что я не буду свою жизнь на это тратить. Кстати, насчет дубляжа я в свое время с изумлением от Антонио Бандереса узнал, что он озвучивал тоже мультфильм «Кота». Я знал, что гонорар за озвучку у него такой же, как за исполнение роли. Ну, потому что он тратит то же самое время. У нас это тоже так же работает? У нас за озвучку платят столько же, сколько за игру или нет? Нет. Это раз в 10%, может быть, от съемочного дня. Все зависит от проекта. И если это озвучка американской какой-то западной продукции, то там заложен просто на этот персонаж какой-то гонорар. Может, там он и больше заложен, но просто нам уже сообщают то, что есть. Кстати, если я вспомнил беседу с Бандересом, я у него спрашивал тоже, чем отличаются, по его мнению, голливудские актеры от наших, с которыми он с многими знаком. И он сказал, что мы, он испанец, но понятно, что имеется в виду, что голливудские, мы все умеем фехтовать, петь, танцевать, скакать, что у вас очень многие как бы просто вот играют. Как вы можете прокомментировать это? Я думаю, что у нас тоже многие умеют и скакать, и петь. Но не все. Я думаю, что и в Голливуде не все это делают. Другое дело, что когда Голливуд планирует какой-то проект и приглашает звезду, они могут год готовиться. А у нас, как правило, это все надо было делать вчера или позавчера. И ты приходишь на съемочную площадку, а тебе говорят, что оп, а ты, оказывается, даешь петь, плясать или говорить на незнакомом языке и еще имитировать профессионала. И ты начинаешь обращаться к друзьям. Вот, к примеру, многие фильмы, которые там медицинская тема, у меня друзья есть медики, они не могут это смотреть. Потому что часто используется такой штаб, как оживление человека. запускают сердце, вот кладут вот эти утюги, так называемые. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Это сразу Масяню вспомнила. Лагободаря, лагобободаря. Ой, вот видите, скороговорка, надо взять в скороговорке себе это слово. И вот мне знакомый, который работал на скорой помощи, говорит, они бы, говорит, ему еще на уши положили, говорит, ну куда они кладут? Вот так, даже просто место, ну возьмите консультанта. И он вам просто скажет, вот сюда, или вот сюда, вот так, или вот так. А потом говорит, я смотрю, там шнуры лежат, они не подключены даже ни к чему. От чего там, в общем, электричество? Ну, в общем, профессионализма не хватает и времени. Экономится время на подготовку, потому что человеку можно научить ездить верхом за год. Конечно, он будет ездить. Потом можно взять каскадера, если опасные там какие-то скачки там издалека. У нас каскадеры это прекрасно делают. Но так он будет уверенно держаться в седле и будет там офицерской рысью там ездить. Или там еще какой-то дама вот в этом седле, которые там ножки в одну сторону. Это специальное дамское седло. Это все делается, но дайте нам время на подготовку, на физическую. Они вот занимаются трюками тоже очень долго. А у нас все, вот это вот все и понеслась. А вы наездница? Ну, я верхом ездила, но если надо будет, я, конечно, это все верну. Был такой фильм «Графиня де Монсаро», и я схитрила. Моя героиня в кино верхом не ездила. Но меня как-то все-таки, я говорю, а я, а я, и меня вписали в список. И я вместе с парнями, которые, вот Жигунов один из лучших был в верховой езде, у него был свой конь, он регулярно занимался. Ну, еще с гардемаринов. Ну, да. Ну, и было несколько артистов, которые скакали, как профессиональные каскадеры. Вот. А я, к примеру, там, Игорь Угольников и многие другие первый раз сели. Я уже раза три, поездив, значит, верхом, пришел у Гольников. Я говорю, не бери вот эти вот, как это, стремена. С ними только сложнее. И он сел, и пустили сразу в рысь. А что такое мужчина верхом? Он отбил себе, в общем, все, что мог. Слез вот так вот, ноги колесом, он такой идет и говорит, Ира, спасибо. И я с тех пор очень нежно к нему отношусь, потому что другой мужчина, я не знаю, что бы он сделал. Я говорю, извини, я хотела пошутить, но это были не очень удачные шутки. И он себе свез колени, потому что, ну, только коленями можно там придерживать коня. А если у него круп очень большой, почти не получается. Лошади же тоже разные. Такой круп, такой. А бывает, вот ты сидишь как в шпагате на этой лошади и бесполезно пытаться. А потом у нее нет тормоза как такового, и нельзя выдернуть ключ и остановить. Оно, если несется уже, то уже несется. Но это очень интересно. Вы поете? Я не пою, но я хочу попробовать заниматься, потому что мне кажется, что, наверное, в детстве, может, меня кто-то напугал в том смысле, что у меня нет уверенности в том, что я спою хорошо. Хотя у меня абсолютный слух, я в детстве играла на скрипке. Я очень хорошо слышу. И в караоке мне непросто. Если кто-то начинает петь мимо нот, я просто... Мне просто очень интересно. Вольно. Да, я хочу попробовать позаниматься с педагогами и, может быть, да, что-то петь. Ну, вы в караоке поете? Ну, да, скажем так, подпеваю. У меня многие подруги поют идеально, и у меня друзья, которые поют в мюзиклах. Я, скажем так, пристраиваюсь к ним. А сама одна я побаиваюсь. А что у вас? Какой репертуар у вас в караоке? Очень разный. Очень разный. Как пойдет настроение? Нет, в Китае однажды на отдыхе я зашла в такой маленькой караоке. Там как отдельные комнаты, что ли. Мы с друзьями пришли, и выяснилось, что у них кроме Витаса на русском языке ничего нет. Ну да, он же там герой, да-да-да. Я никогда бы не подумала, что мы будем петь те песни, которые пела Витас. Ну а что было делать? В общем, на китайском мы не читаем эти иероглифы. Но, в общем, это было очень занято. А в Китае на отдыхе вы имеете в виду, что во время работы у вас был там какой-то период, когда вы отдыхали? Или вы туда отдыхать поехали, в Китай? У меня было несколько периодов. Первый раз в жизни я поехала в Китай сниматься. Это был первый проект. Это был фильм «Сказка». Я хочу точнее, когда продюсер приглашал вас домой и прислал за вами белый лимузин. Да, там можно было пешком дойти за три минуты. Мы когда туда приехали, во-первых, все было в новинку. Я первый раз была в Китае. Все необычное. И когда мы остановились на первый ночлег, нас привезли в какое-то очень красивое место, горы, и там была выстроена декорация. Как бы, скажем так, гостиницы, которые рядом с местным голливудским комплексом. Там были всякие скалы искусственные, сделаны бутафори, водопады, какие-то там скульптуры. В общем, это было очень здорово на фоне красивых ландшафтов. И мы пришли есть, очень голодные уже, с дороги. И там не нашлось ни одной вилки и ложки. Только палочки. Да, они решили пошутить. Они приготовили несколько видов еды, и в том числе там был зеленый горошек. И вот это палочки, которые вот так вот делают в руках, потому что ты их первый раз держишь, и они у тебя. И ты думаешь, как с ними быть. И я не знаю, каким-то чудом оно у меня сложилось. И я взяла горошинку, я смотрю, как на меня китайские каскадеры смотрят. Вот эти, которые летают, там, и дерутся по воздуху. А я так беру и кладу в рот. У меня один раз получилось. Но они уже просто перестали на меня смотреть, а дальше я уже брала. И вот так вот себя из пиалочки вот так вот засыпала в рот эту еду. Но все равно это было очень интересно. И вот там нам было не до караоке. Потом мы переехали в Гуанчжоу. Это на юге Китая такая была. И она и есть, киностудия «Жемчужина» у них называется. И мы жили прямо на территории этой киностудии. И там же жили все сотрудники. Потому что китайцев много, они все время куда-то перемещаются. И у них есть рабочие квартиры. То есть они, вот, к примеру, у вас была бы квартира, там, не знаю, вот здесь вот прямо на территории, вот где павильон. И вечером мы зашли один раз в их клуб, что-то вроде клуба. Я увидела, как они танцуют. Они танцевали вальс. Это было так здорово, танго. Потому что вечером им нужно как-то досуг проводить. И они там пели в караоке. Первый раз я увидела караоке в Китае. У нас еще не было. У нас вообще не было модно это никак. Но потом я стала ездить и на отдых в Китай. Мне понравилось там. И вот на отдыхе... Это морской отдых или такой? На остров Хайнань мне нравится ездить. Есть такой, да, слышу. Я очень люблю этот остров. Он именно... Там содержится все то, что должно быть на острове. То есть экзотика, манго, все эти ананасы, другая культура, термальные источники, очень разные ландшафты. Ну, в общем, и побережье красивое, и в горах там совершенно фантастический лес, который напоминает лес из аватара. То есть там огромные какие-то вот эти деревья, и на них лианы, и на них как гнезда или что-то висит в воздухе. И когда издалека ощущение, что это просто парит все. И тропические ливни там идут. Говорят, что люди перезагружаться ездят именно в горы Хайнань. Там есть отели без единого телевизора. Есть только ресепшн. И кнопка там какая-то, если надо вызвать кого-то. Если вы не нажимаете, вас 2-3 дня могут не тревожить. Опускаются окна, то есть вот как хижина как будто бы, ну, цивилизованная. Вы можете все опустить, и будет идти вот этот тропический ливень, туман, горы, там где-то долины. И совершенно вот детокс вот этот информационный. И два дня, и человек как новенький, потом он спускается вниз, а там уже цивилизация, музыка, не знаю, пляжи, отели. А сколько лететь туда? Ну, когда я летела, это был стыковочный рейс. Сейчас есть чартер, я знаю. Ну, то есть прямые. И сколько по времени? Ну, надо посмотреть. Это часов 10, наверное? Ну, я думаю, что не больше. Наверное, где-то так. Ближе, чем до Америки. Знаете, здесь недавно совершенно Ирина Алферова, что называется, я просто употреблю термин из печати, огребла от читателей, потому что она в интервью сказала, что актерам, актрисам узнаваемым должны предоставлять возможность летать в бизнес-классе, поскольку для них это очень важно, и они очень много путешествуют. Вот как вы к тезису относитесь? Ну, вообще, хорошо бы, если бы так было, конечно. Да. Но другое дело, что западным актерам не придет в голову эта мысль, потому что они зарабатывают достаточно. Я думаю, Ирина сказала об этом, потому что не всегда может... И не веду вот эту разницу, о которой мы говорили. Она, а может, и не может она в данный момент взять себе бизнес. А люди, которые летят на отдых, некоторые уже летят подогретыми, вы понимаете, о чем я. И когда человек оказывается заложником небольшого пространства... Я один раз летела в Америку, мне по ошибке взяли даже не улучшенный эконом, а мне какое-то взяли место в хвосте, рядом с туалетом. И все люди, которые... Ну, естественно, они время от времени оказываются в пространстве, на них туда ходят, они стоят, просто ждут, там кто-то выйдет и так далее. Все меня узнавали. И вдруг у меня даже стюардесса спросила, Ирина, что вы здесь делаете? Я говорю, лечу в Америку. Это некомфортно, когда разглядывают, да, и... Пытаются общаться, автографы, селфи. Да, некоторые люди очень не чувствуют границы, когда близко человек, который, извините, с перегаром. Это то еще удовольствие для общения. И приходится, ну, как-то так это проживать. Я не думаю, что кому-то кто-то что-то должен. Вот слово «должен», и я вообще его не очень люблю. Мне кажется, это, не знаю, к примеру, дети своим пожилым родителям действительно должны. Внимание, заботу и обеспечение. Хотя бы потому, что их минимум до 25 лет они содержали. Ну, хотя бы поэтому. Ну, по-человечески. А все остальное, мне кажется, это дело выбора. Мы сами выбираем как-нибудь. Ну, и мне как-то несколько раз приходилось с людьми вашего цеха оказываться в той же Америке. По соседству, так скажем. Ну, или отдыхали вместе. И мне кажется, что многие люди, и актеры, и актрисы, они как раз очень огорчаются, когда их не узнают. Когда они оказываются в какой-то среде, где вот этого нет, этого внимания. Вы не такой породы? То есть вы не любите, когда вас узнают? А я об этом не думаю. Но я знаю таких людей, которые, если их не узнали, а узнали кого-то, то тут все пропало. Потому что они в таком находятся состоянии, их эго так страдает. У меня есть такая вот шутка любимая. Вот когда вот входит артист, вот он входит, он вошел, вот он я. А все, а, привет, там еще. И вот это вот, это вот, как шарик его в него воткнули, он сдувается. И я говорю, ты входи, входи, а то у тебя эго тебя сквозь дверь не впускает. Ты просто упираешься, вот не проходишь. Когда вы в последний раз были в Ростове-на-Дону, в своем родном? Я была сразу после локдауна. И это был такой благотворительный фестиваль, назывался Киномай. Но мы там оказались, по-моему, все-таки в июне. Это был такой кино-июнь, потому что сместилось все. И я поехала даже в станицу Старозолотовскую. Я называю это ростовским Диснейлендом. Это станица, которая разваливалась. И один из очень состоятельных людей, имея там дачу, ну то есть вот какой-то там участок, который жил в Лондоне, там в Ростове, но там вот отдохновение души получал, он решил это место восстановить. Там еще, к тому же, снимались многие картины, в том числе последний Тихий Дон. И там оставили совершенно прекрасно выстроенные на дону куреня, это называется, да, Майте, да, курень. Декорации потрясающие. Внутри, когда находишься, есть ощущение, что ты сейчас возьмешь вот этот вот чугунок, вот растопишь печку, и все будет работать. Все говорят, что будет. Потому что, ну, в кино так оно и было. И там он сохранил этот музей, значит, взял его под свое покровительство, построил там храм. И вернулись, уехавшая молодежь вернулась туда, потому что он дал рабочие места. Куреня были восстановлены, там полностью все есть, кондиционер, душевая, туалет, все, там все коммуникации. При этом это не видно, при этом это какие-то деревянные кровати, с хорошими матрасами я ночевала там. Пэтчворк там, вот эти печки, холодильничек есть и так далее. Можно снять себе курень и там на одного, на двух, на троих там пожить. Высадил, как в Провансе, лаванду, подвел полив и назначил охрану, потому что местные красавицы поехали делать селфи и чуть не вытоптали все это дело. Из Ростова, полтора-два часа люди ехали туда, вот это в Провансе, фоточки, шляпочки. И в общем, там теперь есть охрана, символический вход. И там есть рестораны в донском стиле, можно остановиться в гостинице. И там средний дон, в котором можно купаться, песчаные пляжи. И оказывается, все можно сделать. Там выращивают они все. У них есть большая теплица, где круглогодично, вот, допустим, сырники, которые я ела, я попросила вторую порцию, они были желтого цвета, потому что местные курочки, местное клубничное варенье, ягоды, мясо, рыба вот плещется, раки тут же. Да, раки, конечно, растут. Да, поля рядом, да, всякая капусточка, все это растет. Вот, и это просто идеальная ситуация. Люди вернулись, кто-то работает с садовниками, кто-то работает в гостиничном бизнесе, кто-то в детском садике, кто-то вот там в столовой, кто-то в ресторане, кто-то в храме. Все, вертолетная площадка есть даже. В школе, в которой вы учились, есть доска памятная, что здесь училась? Очень надеюсь, что нет, потому что это было бы чересчур, потому что я не какой-то там выдающийся персонаж. Ну, нет, я просто узнаваемый человек, но я не считаю, что я не изобрела пенициллин, я не знаю, или какое-нибудь альтернативное электричество, бесплатное, доступное всем. Вот, я была там на съемках, такой был проект «Малая родина», Сергей Майоров снимал. И мы три дня, благодаря им, спасибо ребятам, вот, я оказалась в том доме, где я жила. То есть я не отважилась звонить в двери, но мы подошли прямо к двери. Я увидела, что около подъезда растет сосна, которую посадила еще моя бабушка, которой очень давно нет, и она вымахала до пятого этажа, той пятиэтажки, в которой я жила. Я побывала в школе, и я поняла, что какие-то очень низкие потолки, оказались-то они высокими, и классы маленькие, и по-прежнему очень вкусные котлетки в своем столовке, и пирожки с каким-то джемом, как обычно. Но это было очень вкусно. И мы поехали туда, где я занималась, первая моя театральная студия, и погуляли по знаковым местам, и даже приехали к такому месту, есть на въезде в Ростов на трассе Тачанка-Ростовчанка, так называемая. Я вот рекомендую зрителям «Золотой рыбки» посмотреть картинки. Это очень классная скульптура. Это настоящая тачанка, там есть пулемет «Максим» и так далее. И вот красноармеец держит вожжи, и четыре коня, они вот прям как бы взлетают над курганом, и он погоняет. Это невероятно красивая скульптура, и вот она олицетворяет вот этот вот размах, это вот эту вот донскую натуру, вот это казачество. Настоящее, я не проряженных сейчас. Ну, я понимаю, да. Вот, это широкие душелюди, да, они такие гостеприимные, может быть, иногда чересчур навязчивые, потому что они считают, что своим обойтем они могут подойти, вот это вот все, пообщаться. Ну, Родина. И там, когда я появляюсь, у меня ощущение, что у меня там на полгода батарейки заряжаются. Есть такое мнение, что то место, где человек родился, это метакод местности, где он вышел на свет, а оно является его батарейкой, поэтому очень полезно бывать в тех местах, где мама произвела вас на свет. Это очень полезно. Вы вспомнили золотую рыбку нашу, его зовут дядя Володя. Дядя Володя. Да, карася. И по нашей традиции, Ир, я попрошу, чтобы вы высказали какое-то пожелание, обратившись к нашей золотой рыбке, и что-то попросили. Я надеюсь, что он справится. А я хочу попросить, чтобы на всей планете было хотя бы чуть больше, немного хотя бы, разума, радости и любви. Оптимистичное пожелание, но тем не менее я к нему присоединюсь. Большое вам спасибо и за это, и за разговор. Спасибо. Спасибо.